Добрый день. На библейский портал Экзегет поступил вопрос. На исповеди было много народу. И батюшка торопил меня. Исповедь получилась очень поверхностной. Нужно ли исповедоваться повторно? Ну, бывает такое, что перед большими праздниками народу много, и поэтому, понимая, что сложится такая ситуация, нужно очень хорошо подготовиться к исповеди. Не собирать в голове всё, о чём я хочу спросить и сказать священнику, а лучше взять дома листочек бумажечки и попунктно посмотреть, за что я хочу попросить у Бога прощения. Если вы будете превращать исповедь в диалог со священником или в монолог о своей несчастной жизни, да, бывает такое, что приходится священникам и поторапливать. Но если человек исповедуется, пришёл, понимая, что он стоит перед Богом, а не перед священником, понимая цели и задачи исповеди, просит прощения у Бога за этот поступок, за этот поступок, за этот поступок, за этот поступок, его священник не будет торопить. Потому что всё попунктно, изложено, подробно. Если что-то вы сказали как-то невнятно или забыли сказать, я думаю, что это есть смысл записать в следующую бумажечку и на следующей исповеди об этом сказать. Но опять мы говорим о двух вещах – об исповеди и о покаянии. Если человек произнёс на исповеди грех и больше к нему не возвращается, повторять его на других исповедях уже не нужно. Покаяние совершилось. Человек изменился. А если после первой исповеди человек ещё раз впал в этот грех, то я думаю, что есть смысл поговорить об этом со священником. Вот, наверное, так. Хотите помочь себе и священнику во время таинственной исповеди? Не идите без подготовки. Кроме молитв, которые вычитывает человек перед этим таинством, нужно бы ещё поработать над тем, за что я хочу попросить Бога прощения и систематично изложить это на листочке. И ещё один такой чисто практический совет. Если есть необходимость о каком-то из грехов или о какой-то из проблем поговорить более подробно, то лучше приходить с вечера. Когда у священника побольше времени после службы, пожалуйста, можно хоть до 12 часов успеть. А если человек приходит с утра, и вместе с ним пришло ещё там человек 10 немощных, которые не смогли прийти на вечернюю службу, то, к сожалению, большому много уделить священнику, особенно если он служит один, просто не получится. Время совершенно ограничено. И поэтому в это время нужно умудриться вписаться. Хотите общаться со священником, хотите решить какой-то свой вопрос, приходите с вечера. Намного больше вероятности, что на исповеди вас не будут торопить, и вы решите все свои духовные вопросы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok